Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ с последними событиями к этому часу. Коротко о главном. 64 за, 4 против, 6 воздержались. Депутаты Дагестана поддержали законопроект о введении QR-кодов. О том, что еще обсудили на очередной сессии парламента, узнаем через несколько минут. Власти просят владельцам АЗС снизить цены на топливо. Услышат ли бизнесмены чиновников? Пекинская капуста дагестанского производства. Какие еще культуры выращивают сельхозпроизводители Юга Дагестана, расскажем сегодня в выпуске. Сегодня состоялась пятая сессия Народного собрания Республики. Депутаты большинством голосов поддержали законопроект о введении QR-кодов. Но ключевым вопросом повестки дня работы депутатов стало обсуждение республиканского бюджета на ближайшие три года. Наталья Ханбабаева расскажет подробности. Самое главное, бюджет останется социально ориентированным. В числе расходов большая часть предусмотрена на образование, социальную политику, ЖКХ и здравоохранение. Общая сумма, заложенная на эти цели, составляет более 172 миллиардов рублей. В работе над проектом бюджета участвовали Министерства и Министерства, главные администраторы доходов, главные распродители бюджетных средств. Было естественное взаимодействие с профильными комитетами Народного собрания и Штатной палаты Республики Дагестан. В качестве исходных данных на 2022 год приняты макроэкономические показатели по валовым региональным продуктам в объеме 769,6 миллиарда рублей или 103,2% к оценке 2021 года. Интересы потребителей в ценах к предыдущему году 106,6%. Но без вопросов не обошлось, особенно в части строительства и ремонта дорог в горных районах. Депутаты интересовались, почему нельзя направить неосвоенные в этом году средства на эти цели. Прозвучала критика бюджета и от председателя счетной палаты Дагестана Билала Джахбарова. По его мнению, объем средств не покрывает важных расходов. Проведенный нами анализ бюджетных осигнований показал, что планируемые расходы на финансирование отдельных вопросов недостаточно. В частности, на обеспечение питания детей в возрасте до 3 лет планируется выделить всего 250 миллионов рублей. При этом расчетная потребность средств на указанной цели составляет 1 миллиард 104 миллиона рублей. Не запланированы расходы на укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта медицинских и образовательных учреждений. На приобретение учебников законопроектом предусматривается 243 миллиона рублей. При этом не в полной мере учтено наличие задолженности за поставку учебников в предыдущие годы, а также необходимость пополнения и обновления учебников. Замспикера Народного собрания Камил Давдеев отметил, что в бюджете практически не уделено внимания развитию крупной промышленности, хотя предприятия этой сферы являются основными налогоплательщиками. По мнению депутата, республика должна не финансировать, а создавать механизмы помощи. Хотелось бы обратить внимание на тот аспект, что в целом, на мой взгляд, бюджет уже будет привязан тесно и со стратегией социально-технического развития нашей республики на 24-е и на 30-е годы, которые разрабатываются. И наряду с этим, наверное, надо обратить внимание на реальный сектор экономики, как было здесь сказано. Конечно же, выделяются средства на поддержку сельского хозяйства, на поддержку малого и среднего бизнеса, на поддержку промышленности. Но, как было сказано, на поддержку промышленного сектора экономики больше, наверное, необходимо в целом уделить внимание, потому что, если мы говорим о доходной части бюджета, основным источником увеличения дохода в республике как раз и является промышленность. Поэтому нам, наверное, последующим необходимо уделять внимание этому вопросу. По итогам обсуждений парламентарии все-таки утвердили бюджет Дагестана на 2022 год в первом чтении. В заключении народные избранники приняли еще один важный документ. Депутаты поддержали законопроект о введении QR-кода в Дагестане. В скором времени жители республики смогут посещать общественные места только при предъявлении документа, подтверждающего вакцинацию. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. В Рио министр энергетики и ЖКХ республики Резван Мурадов обратился к владельцам автозаправочных станций с просьбой снизить цены на топливо. Необходимость этого, по его мнению, обусловлена падением оптовых цен на российском рынке. Он отметил, что завершился период пикового спроса. Нефтеперерабатывающие заводы вышли на рабочую мощность выработки топлива. Ранее в ведомство поступили жалобы от жителей региона на цены на сжиженный углеводородный газ. По проведенному мониторингу на заправках региона уже несколько недель стоимость топлива превышает 32-33 рубля. По сведениям, полученным в пресс-службе ведомства, на выходных Резван Мурадов должен встретиться с владельцами автозаправочных станций, чтобы более подробно обсудить этот вопрос. Нести службу на новых авто. Дагестанские полицейские получили 184 служебных машин. 104 автомобиля марки Hyundai Solaris переданы дорожно-патрульной службе и 80 УАЗ Patriot патрульно-постовой службе полиции. Мероприятие прошло на центральной площади Махачкалы. Генерал-майор полиции Дмитрий Гутыри поздравил правоохранителей с тем, что автопарк ведомства пополнился новыми транспортными средствами и отметил, что это должно положительно сказаться на эффективности работы. Автомобили были получены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сотрудничество во благо общества. Муфтия Дагестана Шиха Ахмада Фанди посетил в Рио ректора Дагестанского государственного педагогического университета Наримана Сваров. В ходе беседы стороны говорили о проблемах воспитания и духовно-нравственного просвещения молодежи. Наримана Сваров отметил огромную роль духовенства в формировании у студентов правильных взглядов на жизнь. Ваша работа выстроена очень хорошо. В светских учреждениях есть проблемы синхронизировать светское и духовно-нравственное воспитание. Если бы мы объединили усилия, совместно проводили программы, какие-то проекты для общей такой пользы, я думаю, было бы неплохо. И ваш опыт, и, соответственно, в этом, я думаю, нам поможет. Пединститут я считаю в Дагестане самым ответственным вузом. Потому что и президенты, и министры, и любые должностные лица, они проходят через ваших воспитанников. Если где-то дагестанец совершил какой-то поступок ненужный, это, я думаю, вы должны за это тоже какую-то ответственность нести, чувствовать неловко. Потому что это через ваши стены, они все прошли. Шейх Ахматафанди подчеркнул огромную значимость и пользу знаний. Муфтий упомянул также некоторые особенности в деле воспитания молодежи. Конечно, это неблагодарная работа. Когда мы любого человека, в любой ситуации, мы поощряем, им нравится это. А поощрять – это не воспитание. Поощрять любой человек может. А нам надо воспитать. Ему сказать, что это не надо. Это не по-человечески. Это не по-дагестански. Это не по-мусульмански. Это, во всяком случае, найти какой-то ключ, подобрать к нему, чтобы он нам прислушался и вот этот поступок не совершил. А это тяжело. В завершении встречи гость преподнес шейху подарок. На дагестанских рынках теперь будут преобладать косточковые местного производства. По крайней мере, аграрии республики на это очень надеются. Так, в хозяйстве сад Фир в Дербинском районе в прошедшем году заложено 20 гектаров интенсивных садов. Массивы заняты разнообразными сортами персика, черешни, сливы и нектаринов. Первые урожаи ожидают в следующем году. В планах расширить сад до 30 гектаров. Самый большой персиковый сад. Здесь у нас в этом хозяйстве и абрикосы. И что приятно, абрикосы позднего срока созревания. Это в августе, в сентябре. То время, когда на рынке абрикосов где-то 250-300 рублей завозной из-за рубежа. Так что мы видим, что те усилия, та поддержка, то внимание, которое оказывается по линии Минсилхоза Российской Федерации, по линии Минсилхозпрода Республики Дагестан, они находят, дают результат. Они показывают эффективность. И будем дальше поддерживать таких, кто демонстрирует такую отдачу. А в селении Аглаби занимаются выращиванием саженцев плодовых культур. На 6 гектарах организован плодопитомник на два десятка сортов и видов плодовых культур. Садоводам Юга Республики это место известно. Здесь по их запросам готовят необходимый посадочный материал. По данным регионального Минсилхоза, в Дагестане почти 29 тысяч гектаров садов. При этом площадь садов интенсивного типа превышает 4 тысячи гектаров. И в продолжении сельскохозяйственной темы. В селении Музаим Дербенского района под овощными культурами занято более 100 гектаров. Местные фермеры выступают своего рода новаторами, внесшими в овощеводство Республики ряд новых видов овощных культур. В частности, почти 50 гектаров пашни села занято пекинской капустой. На 3,5 гектарах возделывают также сельдерей. Значительная часть овощных плантаций обеспечена капельным поливом. Соблюдение АЗОВ агротехнологий позволяет получать востребованную продукцию высокого качества. Налажены прямые связи с потребителями. В настоящее время собирают урожай пекинской капусты, которая с поля отгружается в Ульяновскую область. Продолжается уборка сельдерея, на поставку которого тоже имеются договоренности. В Дагестане пройдет чемпионат Северокавказского федерального округа по воркауту. Соревнования среди лучших представителей этого молодого вида спорта состоятся 28 ноября в спортивном зале ДГУ. Участникам чемпионата предстоит состязаться в двух номинациях. Воркаут, батлы, где участвуют одновременно или поочередно двое спортсменов и силовое двоеборье с дополнительными весами. Трое дагестанцев стали серебряными призерами клубного чемпионата мира по футболу в формате 7 на 7. Наши игроки Рустам Рамазанов, Гамит Шахбанов и Али Алиев выступали в составе российского клуба «Барс». Соревнования проходили в Бразилии. Команда провела за три дня шесть матчей и уступила только в финале хозяевам с минимальной разницей в счете 2-3. Отметим, по окончанию клубного соревнования стартует чемпионат и среди национальных сборных в формате 7 на 7, на котором также сыграют дагестанские игроки. На сегодня все. Оставайтесь с ННТ. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok